Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад приветствовать вас на телеканале Радость моя и постараюсь ответить на несколько писем, которые пришли на сайт Закон Божий. И сегодня мы коснемся темы личная жизнь. Очень остро стоящий вопрос для многих молодых людей и преимущественно девушек или женщин. «Понимаю, что на все воля Бога, но не могу успокоиться. Мне 37 лет. По благословению читаю Акафис «Нечаянная радость». «Очень хочется устроить свою жизнь, но мужчина все не встречается. Никак не могу внушить себе, что и такая жизнь должна быть радостной». Елена, такая жизнь не только должна быть, но и может быть радостной. И апостол Павел говорил, всегда радуйтесь, обращаясь ко всем, и к молодым людям, еще не создавшим семьи, и, допустим, к домам, которых тогда было много, потерявшим мужей. И все равно можно радоваться. Все равно. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь и за все благодарите Господа. Вот смотрите, какое такое триединство. Радость без благодарности – ну, это какое-то такое самодовольство. К сожалению, не все прекрасные девушки, женщины устраивают свою семейную жизнь, но не потому, что они какие-то неполноценные, а потому, что, к сожалению, мужская смертность выше, мужская преступность выше, мужской алкоголизм выше. Ну, вот такова наша современная жизнь. Это не значит, что девушки какие-то неполноценные. Нет. Вот так вот сложилось. И хочу подчеркнуть, что совершенно неправильно думать, что если ты не выходишь замуж, значит, ты там какой-то неполноценный или неполноценный. Надо твердо усвоить и понимать, что наше человеческое достоинство не зависит от нашего семейного положения. Каждый человек – драгоценная личность в очах Божиих, в глазах окружающих, потому что вот есть такой человек, вот есть, допустим, вот Леночка. Вот ее можно любить, потому что она Лена, а вообще не потому, что она чья-то жена. Правда же? Но, конечно, трудно быть одной, но это некий крест. И детей иметь крест, но это желанный крест. А вот этот крест нежеланный, но он тоже крест. Ну, значит, надо нести тот крест, который Господь дает, надо нести его со смирением, с молитвой, терпеливо и учиться радоваться жизни. Раба Божия Людмила пишет нам, «Мой молодой человек имеет семью, но говорит, что очень любит меня и хочет уйти из семьи. Я чувствую себя разлучницей. Не хочу разрушить семью, как мне быть? Я настаиваю на нашем расставании, а он меня не отпускает. Я чувствую за собой большой грех и каждый день корю себя за это, но в силу слабохарактерности не могу разрешить эту проблему». Да, Людмила, это тяжкий грех. Вот совершенно правильно, вот ваше сердце вас не обманывает. Очень хорошо, что вы это чувствуете. Действительно против воли, но вы становитесь разлучницей. Вы пишете, что молодой человек, значит, у него семья возникла совсем недавно, значит, его жена совсем молоденькая женщина. Представляете, что она будет переживать, если ее любимый муж бросит? Конечно, вам трудно, но нужно собрать всю силу вашего характера, преодолеть свою слабость, вот показать силу характера, а не слабость характера, и решительно прекратить, прервать эти отношения. Совершенно решительно. На чужом несчастье счастье не построишь, и это такая боль. Вот представьте себе, попробуйте поставить себе на место его жены, вот какую боль она будет переживать, какое страдание, какое унижение, какое предательство, какое поругание на самом деле. Так что это совершенно недопустимо. Совершенно. Повторяю, прислушайтесь к своему сердцу, оно вас не обманывает. Вы совершенно правильно расставили все точки над «и». Молите Господа, чтобы Он дал вам сил, чтобы хватило. Вот проявить силу характера и эти отношения решительно прервать. «Мы с отцом ребенка не зарегистрированы, но живем вместе, хотим покрестить дочку. Могут ли нам отказать в крещении из-за того, что мы живем вне брака?» Спрашивает раба Божия Любовь. Видите ли, да, в принципе могут, потому что ведь задача не в том, чтобы просто ребеночка покрестить, а чтобы воспитать его христианином, воспитать его православным, церковным человеком. А если семья живет в грехе, родители живут в грехе, и в храм не ходят, то как им воспитать своего ребенка православным христианином? Поэтому, я думаю, что, может быть, кто-то священник к вам и откажет. Это вовсе не обязательно, но вполне это возможно. Вот вы спрашиваете, я вот так вот вам отвечаю. Но вот если позволите обратиться к вам с советом, то если вы давно вместе и у вас есть ребенок, что вам препятствует зарегистрировать ваш брак? Я думаю, что это какие-то несерьезные соображения. Так что пойдите в ЗАГС и не думайте. Штампик, это не просто вот штампик в паспорте, а это как бы ваше торжественное обещание перед всеми, пусть не перед лицом церкви, но перед всеми, перед государством, перед близкими вашими людьми, в том, что вы создаете семью. И дай Бог, чтобы вы были счастливы, и чтобы и вы сами, и ваш ребеночек были хорошими, православными, церковными людьми. Сейчас я постараюсь ответить на несколько ваших вопросов. Можно ли, чтобы две иконы с одним и тем же святым находились в одной комнате? Да, конечно, можно, Ирина, безусловно. Мы с мужем не носим венчальные кольца постоянно и надеваем их только, так сказать, по праздникам. Это связано с работой. Работать в них нельзя, а убрать надежно нет возможности. Является ли это грехом? Нет, Наталья, это грехом не является, потому что это вызвано такими объективными причинами. Могу ли я читать псалтирь для умирающей бабушки на русском языке, а не на церковно-славянском? Спасибо, Юлия. Да, Юлия, в принципе, вы можете читать на русском, но на самом деле псалтирь все равно это некая такая сокровенная книга. И вот я предпочитаю славянский, конечно. Но посмотреть по обстоятельствам можно и на русском. Дорогие телезрители, программа «Мне нужен совет» подошла к концу. Будем надеяться, что мы смогли ответить на ваши вопросы. Не будем ждать новых вопросов. Присылайте их, пожалуйста, на сайт «Закон Божий». До новых встреч в эфире. Господь с вами. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»